Зима 1980 года. Мы находимся в маленьком городке Лэнгби. 19-летняя Джин Хиллиард едет домой после встречи с подругой. Она решает срезать путь и сворачивает на обледенелую скользкую дорогу. В темноте она теряет контроль над автомобилем. Он падает в кювет. Аварийные огни, снегопад, ночь и сильный мороз. Джин выбирается из машины. На ней только легкое зимнее пальто, варежки и ковбойские сапоги. Температура воздуха ниже, чем в морозильной камере. Джин уверена, что ее подруга живет неподалеку и идет в ту сторону. Поднявшись на высокий холм, она понимает, что выбрала неправильный путь. Кажется, она заблудилась. Девушка проходит еще три километра и замечает вдалеке дом другой своей подруги. Ей очень холодно. Она идет туда. Затем все вокруг становится черным. Джин теряет сознание. На следующее утро владелец ранчо Уолли Нельсон просыпается в прекрасном настроении. Наступили праздничные дни. За окном зимняя сказка. Он выходит из дома и замечает тело Джин Хиллерд всего в нескольких метрах от крыльца. Уолли подходит к девушке, трясет ее и ужасается. Тело неподвижное, холодное и твердое, как замерзшее дерево. Ее глаза открыты, но не двигаются. Волосы заледенели. Она не выглядит живой. Но Уолли видит, что девушка дышит. Джин удалось выжить. Уолли хочет посадить ее в свою машину, чтобы отвезти к врачу. Но тело девушки не гнется и не помещается в машину. Она напоминает статую. Он берет машину побольше и мчится в больницу как можно быстрее. Врачи забирают Джин, но считают, что у нее нет шансов выкарабкаться. Ее рука настолько твердая, что ни одна игла не может ее проткнуть. Низкая температура, остекленевшие глаза и твердый, как камень мышцы, все это результат аварийного режима. Ее тело направило всю кровь к жизненно важным органам, чтобы обеспечить их функционирование. Вот почему другие части ее тела выглядят безжизненными, а кожи и мышцы ни на что не реагируют. Врачи решают использовать грелку, чтобы согреть девушку. Ее родные надеются на ее спасение, но сейчас все, что они могут делать, это ждать. Обморожение опасно тем, что любая замерзшая жидкость начинает расширяться. Наполните небольшую бутылку водой и положите ее в морозильную камеру на несколько часов. Затем достаньте ее, и вы увидите, что бутылка расширилась или даже треснула из-за увеличения объема жидкости. То же происходит и внутри нашего тела. Мы почти на 70% состоим из воды. Когда она замерзает, ее частицы превращаются в кристаллы льда и разрывают клеточные мембраны. Фрагменты льда могут растягивать и разрушать ткани. Это называется обморожением. Кроме того, в условиях холода наш организм замедляет все внутренние процессы, чтобы сохранить силы и энергию. Сердце делает меньше ударов, а легкие потребляют меньше кислорода. Метаболизм замедляется. Это произошло с Джин. И, вероятно, именно это спасло ей жизнь в тот день. Она пролежала в снегу на сильном морозе около 6 часов. Но почему частицы льда не начали разрушать мембраны ее клеток? Как ее организм противостоял таким повреждениям и смог выжить? Врачи в больнице с радостью наблюдают, как Джин становится лучше. Теплая кровь распространяется по замерзшим сосудам и возвращает ее тело к жизни. Удивительно, но кристаллы льда не повредили ее мышцы и кожу. Через несколько часов девушка приходит в сознание. К полудню она начинает говорить. Джин не знает, что произошло. Она помнит, как шла к дому своей подруги, а потом очнулась в больнице. Больше всего ее беспокоит то, что машины ее отца находятся где-то в кювете. Как выяснилось, девушка упала и на четвереньках доползла до дома Уолли Нельсона. Она не помнит этого, но, видимо, в ту ночь ее мозг включил инстинкт выживания. К сожалению, ей не удалось проползти последние несколько метров. Джин потеряла сознание у двери и пролежала там шесть часов. Врачи осматривают девушку и понимают, что она полностью здорова. Вскоре ее выписывают из больницы. Этот случай не уникален. Профессор неотложной медицины Дэвид Пламер рассказал, что за последние 10 лет он видел около 12 случаев, когда пациенты выживали после сильного обморожения. Джин возвращается домой и узнает, что прославилась. Она становится героиней статей, интервью и телепередач. Ее случай привлекает внимание врачей по всему миру. Но никому не удается выяснить, как именно она смогла выжить. Когда речь идет о людях, такие случаи кажутся абсолютным чудом. Но в живой природе много существ, способных приспосабливаться к экстремальным условиям. Одно из них – древесная лягушка. Это небольшие создания живут в основном в умеренных и тропических районах Евразии. Иногда им приходится сталкиваться с холодной погодой. Когда они чувствуют, что замерзают, их организм впрыскивает глюкозу в кровь и содержимое их клеток превращается в сироп. Сахар снижает температуру замерзания воды. Так древесные лягушки приспособились к морозам. Вода в ней их клеток замерзает. Их тела становятся твердыми, как кубики льда. Но лягушки выживают и прекрасно себя чувствуют. Когда становится теплее, они полностью восстанавливаются. Кровь наполняет их тело и приводит в движение все мышцы. Но одним из самых удивительных животных, способных выдерживать низкие температуры, является ледяная рыба. Она прозрачна и чем-то напоминает медузу. Она плавает в темных, холодных водах Антарктики. Рыба чувствует себя там комфортно благодаря антифризу в крови. Точнее, это уникальное вещество, которое по своим функциям похожее на антифриз. Эта жидкость не позволяет клеткам, органам и всему телу рыбы замерзнуть. В ее крови нет эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Это единственное позвоночное, обладающее такой сверхспособностью. На нашей планете есть организмы, которые используют холод для продления своей жизни. Ученые обнаружили некоторых из них во льдах Сибири. Обычно микроскопические многоклеточные существа, напоминающие маленьких червей, могут прожить в морозильной камере около 10 лет. Но червям из Сибири было около 24 тысяч лет. Ученые перевезли их в лабораторию и разморозили. Черви ожили и начали размножаться сразу после всех этих веков сна. Их тела способны впадать в криптобиоз – состояние, когда полностью замороженный организм поддерживает минимальные жизненные функции. Анализ показал, что черви могут находиться в этом режиме десятки тысяч лет. И таких животных на нашей планете довольно много. Кроме того, они крайне устойчивы к радиации. Они практически неуязвимы. Но вернемся к нашей истории. Возможно, организм Джин Хиллерд ненадолго впал в криптобиоз. Или в крови девушки была какая-то незамерзающая жидкость. Никто не знает наверняка. В наши дни Джин работает на обычной работе и почти не вспоминает тот день. Дальнейшие исследования таких случаев могут помочь ученым создать специальные средства для низких температур. Представьте, что вы можете спокойно выйти на улицу зимой в футболке и шортах. От вашего тела идет пар, а лед тает под ногами. При этом вам тепло и комфортно. Просто мечта. Но в реальности производители зимней одежды, конечно, такого не допустят. Человек может прожить без пищи до нескольких месяцев, без воды до нескольких дней. А в подземной ловушке до 69 дней. По крайней мере, так удалось сделать 33 шахтерам в Чили. 5 августа 2010 года началось как обычный рабочий день под землей. Шахтеры занимались своими делами, добывали медь, золото и другие полезные ископаемые. Некоторые из них работали на глубине 762 метров под землей. Другая группа отдыхала в убежище, вырубленном в скале помещении, где рабочие могли отдохнуть и подышать свежим воздухом, подаваемым с поверхности. Они ждали машину, которая должна была отвезти их на обед. Около двух часов дня шахтеры почувствовали сильные толчки. Вслед за этим раздался взрыв. Все вокруг затряслось, воздух наполнился пылью и проход обрушился, зажав людей внутри. Когда шут затих, шахтеры решили выбраться на поверхность из убежища. Начальник смены и остальная команда объединили усилия, решив всех спасти. Глубоко внизу два шахтера грузили породу в грузовик, когда почувствовали сильное давление. Они подумали, что в этом нет ничего необычного, пока пыль не стала настолько густой, что они ничего не могли разглядеть. Двигаясь вслепую, они чуть не столкнулись с начальником смены, который подал им сигнал остановиться. Набив грузовик до отказа перепуганными людьми, они отправились по классной поверхности. Грузовик с трудом выдерживал вес пассажиров, но протискивался вперед. Навстречу им попадались все новые и новые рабочие, которые набивались грузовик как сардин. Препятствия за препятствием они продвигались к поверхности, пока не наткнулись на огромную скалу весом около 700 тысяч тонн и высотой 45-этажный дом. Самого маленького из шахтеров послали посмотреть, есть ли надежда протиснуться рядом со скалой. Ему удалось проползти только на три метра вперед с лампой в руке, а затем он сообщил всем остальным, что дальше пробраться нет никакой возможности. Некоторые из пожилых шахтеров и раньше попадали в ловушки на работе, но обычно это были скалы, которые бульдозер мог расчистить за пару часов. В этот раз все было по-другому. Но шахтеры не собирались сдаваться, поэтому они разделились и одна группа занялась поиском коридоров, по которым в шахту поступает воздух, вода и электричество. Предполагалось, что в них должны быть лестницы, которые могли бы послужить площадкой для побега. Шахтерам удалось найти одну дымовую трубу с лестницей. Один из них полез наверх, вдыхая пыль и держась за скользкие стены. Труба привела его к той же скальной стене, которую они видели раньше. Это означало только одно. Выхода действительно нет. Они должны были сообщить печальную новость остальным шахтерам, которые вернулись в убежище. В нем было достаточно еды, чтобы хватить 33 мужчинам на несколько дней. Кто-то схватил еду, еще не понимая, что может застрять там на несколько дней или недель. Банки с персиками, горошком и тунцом, 20 литров сгущенного молока и 93 упаковки печенья. Вот и все, что у них было. Единственное, о чем можно было не беспокоиться, это вода. Ее было более чем достаточно в близлежащих резервуарах, которые охлаждали двигатели. Все связи с внешним миром, электричество, переговорное устройство, подача воды и сжатого воздуха были прерваны. Люди, работавшие над землей в тот роковой день, также слышали взрывы и видели облако пыли перед главным входом. Пока шахтеры устраивались на первую ночь в убежище, местная аварийная бригада пыталась сделать все возможное, чтобы спасти все. Одна команда пыталась спуститься вниз на пикапе, пока не наткнулась на серый скальный массив на высоте около 450 метров. Другая команда попыталась спуститься по веревкам в дымоходы, но на каждом уровне обнаружила препятствие. Руководитель бригады снял свою отличительную белую каску, чтобы показать, что теперь все работники равны. Как потом вспоминали шахтеры, для них это был вдохновляющий жест. 7 августа произошел очередной обвал, заблокировавший вентиляционные шахты. На следующий день спасатели начали бурить скважины и спускать в шахту зонды для прослушивания, чтобы выяснить, нет ли там признаков жизни. Но безрезультатно. Карты шахты были устаревшими, что усложняло поиски. Глубоко под поверхностью шахтеры пытались сохранить бодрость духа. Они разговаривали, шутили, рассказывали истории. На их телефонах не было сигнала, но они могли использовать их в качестве камер для записи видеороликов о своем выживании под землей. Их метаболизм замедлялся, и даже самые активные из них спали дольше обычного и видели страшные кошмары. Их мысль как будто зроихлады. Они провели 17 дней без связи с внешним миром, питаясь только раз в два дня. У некоторых шахтеров начались проблемы со здоровьем. 22 августа один из примерно 30 зондов, отправленных в шахту, обнаружил постукивание. Он вернулся с запиской следующего содержания. Все 33 человека в убежище в порядке. Вскоре спасателям удалось доставить продукты питания, воды, письма, средства первой помощи и другие необходимые вещи. Кроме того, они спустили в шахту высокотехнологичные видеокамеры, которые транслировали в реальном времени видеозаписи, на которых были запечатлены люди, находящиеся в парной, похожей на сауну. Чтобы выжить в таких условиях и сохранить рассудок, шахтеры придумали систему работы и распорядка дня. В то же время над землей международная команда гениев инженерного и горного дела собралась вместе, чтобы понять, как поднять на поверхность этих отважных людей. Они разработали план, как пробурить эвакуационный туннель и спустить в шахту капсулу достаточно большую, чтобы в ней мог поместиться один человек. Затем с помощью крана капсула будет поднята на поверхность. Они привезли три буровые установки и приступили к работе 30 августа через 25 дней после аварии. Попавшие в ловушку рабочие помогали их спасению снизу. Они сформировали три бригады и работали по 8 часов в смену, разбирая завалы, образовавшиеся в результате бурения, чтобы укрепить стены шахты. Первоначально планировалось освободить их к декабрю, но бурильщики закончили работу над тоннелем к 9 октября. Еще два дня ушло на то, чтобы выровнять его металлическими трубами. Наконец, спасатель спустился в шахту внутри капсулы. Родные и близкие шахтеров ждали над землей в импровизированном лагере надежды. Первый рабочий выбрался из шахты после 15-минутного путешествия через 750 метров горной породы внутри капсулы. Его встречали как герои. Один за другим все они выбрались из приюта. Миллионы людей по всему миру следили за спасением в прямом телеэфире. Оно заняло менее суток вместо запланированных 48 часов. Все 33 шахтера в возрасте от 19 до 63 лет были спасены и в основном находились в порядке. Все они были вынуждены носить темные очки, чтобы помочь своим глазам привыкнуть к солнечному свету после длительного пребывания в помещении с таким низким уровнем освещенности. Одним из последних шахтеров, поднявшихся на поверхность, был Франклин Лобос, бывший профессиональный футболист. Пока он находился там, команды со всего мира подписывали для него футбольные майки. Франклин получил приветственный подарок и футбольный мяч. Он сказал, что это был самый трудный матч в его жизни. 33 человека были осыпаны любовью и почестями. Им гарантировали 6 месяцев высококлассного медицинского обслуживания. Они отправились в турне, чтобы в качестве мотивационных ораторов выступить перед публикой и посмотреть на мир. В честь шахтеров также был даже устроен парад Walt Disney World во Флориде. Фильм 33, основанный на их истории, вышел на экраны в 2015 году с участием Антонио Бандераса. Он сыграл роль шахтера, который ежедневно вел видеозаписи, чтобы общественность была уверена, что с ними все в порядке. Эта история, которую многие считают настоящим чудом, вошла в историю и в книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный период пребывания под землей. Эй, хотите услышать шокирующую историю? В обычной домашней розетке, которую мы используем, чтобы зарядить телефон, напряжение составляет 220 вольт. Напряжение высоковольтной линии электропередач, которое обеспечивает десятки зданий 100 тысяч вольт. В одном ударе молнии свыше 10 миллионов вольт. Ух! А температура почти вдвое больше поверхности солнца. Да. Но этот невероятный заряд летит со скоростью всего в два с половиной раза медленнее скорости света. А теперь представьте, что происходит с человеком, когда в него попадает молния. Сейчас я вам расскажу. Разряд проходит через тело за сотые доли секунды. Молния может остановить сердце и нарушить работу нервной системы. Сначала вы не поймете, что произошло. Скорее всего, вы потеряете сознание, а организм окажется в состоянии шока. Каждый день в мире случается несколько миллионов ударов молнии. К счастью, шансов испытать это на себе мало. Вероятность того, что в вас ударит молния, составляет примерно 15 300 к одному. Каждый год молния поражает примерно 20 тысяч человек. А вероятность того, что молния попадет в вас дважды, еще меньше. Но каковы шансы, что с вами такое случится семь раз? Кажется, что это невозможно. Но одному человеку все же не повезло. Его звали Рой Салливан. Он родился в 1912 году в Грин-каунте, штат Вирджиния, в семье с семью детьми. Рой был обычным парнем и ничем не отличался от своих братьев и сестер, но по какой-то причине стихия выбрала именно его. В 36 году он работал смотрителем в национальном парке Шинандоа. Именно там молния попала в него семь раз за 35 лет. Итак, впервые это случилось в апреле 42-го. В тот день началась сильная гроза. Рой спрятался в новой пожарной вышке, где строители не установили громоотвод. Молния попала в здание несколько раз. Начался сильный пожар, и Рой выбежал наружу. Как только он оказался в нескольких метрах от вышки, молния ударила ему в ногу и прожгла дыру в ботинке. Через 27 лет, в июле 69-го, это случилось снова. Рой был в национальном парке. Он ехал на грузовике по холмистой местности, когда началась гроза. Молния попала в открытое окно автомобиля. Заряд обжег мужчине брови, ресницы и слегка задел волосы. Рой потерял сознание, а машина продолжила ехать и остановилась у самого края обрыва. Спустя 15 минут Рой пришел в себя. Через год, в июле 70-го, молния ударила в третий раз. Стояла хорошая погода, но за считанные минуты набежали тучи, и началась гроза. Молния ударила в трансформатор рядом с Роем. Мужчина бежал как можно быстрее, но все-таки молния настигла его и попала в плечо. Два года спустя, в 72-м, молния ударила в Роя в четвертый раз, когда он работал на лесничестве. От заряда у него загорелись волосы. Мужчина побежал в ванную и потушил огонь мокрым полотенцем. С этого момента Рой начал думать, что его преследуют некие силы зла. Он стал возить с собой емкость с водой, чтобы потушить пожар в случае очередного попадания. В пятый раз молния снова атаковала мужчину в национальном парке в 73-м. Рой споткнулся о камень и упал. В тот момент он заметил на небе грозовые тучи. Мужчина испугался, побежал к своему грузовику, залез внутрь и нажал на газ. Когда Рой отъехал подальше от этого места, он остановился и вышел из машины, чтобы посмотреть, где была гроза. В этот момент мужчину вновь ударила молния. Она прошла через его левую руку и ногу, на которой загорелся ботинок. Рой быстро залез в грузовик и потушил огонь водой из своей бутылки. В 76-м году произошел шестой инцидент. Рой шел по тропинке в парке, всего в полутора километрах от того места, где в него последний раз попала молния. И снова на небе появились грозовые тучи, сверкнула молния и ударила Роя в ладонь. После этого случая мужчина стал подозревать, что с парком что-то не так. После 40 лет работы Рой наконец решил уволиться. Он надеялся, что молния перестанет его преследовать, но ошибся. К тому времени мужчина стал знаменитым, но слава мешала ему жить. Люди боялись находиться с ним рядом, потому что считали, что молния может ударить и в них в любой момент. Журналисты дали Салливану прозвище «Искрящийся рейнджер» и «Человек-громоотвод». Все это не нравилось мужчине, и он чувствовал себя очень одиноким. Помимо этой проблемы, Рой страдал от постоянного чувства страха. Ему казалось, что его преследуют. Все время он ждал, что молния может ударить в любой момент. К счастью, мужчина был женат. Супруга поддерживала его и во всем помогала. После увольнения из парка Рой с женой решили переехать в небольшой городок Думс, штат Вирджиния. Кстати, спокойно мужчине удалось прожить всего лишь год. 25 июня 1977 года Роя снова ударила молния. Рано утром он пошел рыбачить на местный пруд. Улов был хороший, но небо снова затянуло тучами. Рой сразу почувствовал, что будет молния. В воздухе запахло серой, волосы на руках стали дыбом. Мужчина напрягся. Молния ударила в голову Роя, пройдя через грудь и живот. Мужчина побежал к своей машине, чтобы спрятаться, и тогда из леса вышел голодный медведь. Он подошел к ведру с форелью, чтобы ее забрать. Рой выбежал из машины с тлеющими на голове волосами, чтобы прогнать животное. После седьмого удара молнии мужчина оглох на левое ухо и понял, что от молнии ему не спрятаться. Жена боялась находиться с ним на улице во время грозы. Однажды она развешивала белье на заднем дворе. Рой вышел из дома, чтобы ей помочь, а через несколько минут в нее ударила молния. К счастью, женщина не сильно пострадала. После этого случая, кроме страха и одиночества, Рой чувствовал себя виноватым. Многие врачи пытались помочь ему, но никому не удалось найти причину такого странного явления. С научной точки зрения все это просто совпадение. Математика и физика здесь бессильны. Когда ученые признали это, Рой обвинил во всем мистические силы и подумал, что судьба его за что-то наказала. Возможно, ответ кроется в его прошлом. Служба национальных парков и врачи задокументировали все семь случаев попадания молнии. Но был еще один, восьмой, который невозможно было подтвердить. Рой утверждал, что молния ударила его в юности, когда он помогал отцу косить пшеницу. Разряд попал в лезвие косы, но никто, кроме мальчика, этого не видел. Возможно, в тот момент в его организме что-то изменилось, и он стал более подвержен ударам. Ведь молния всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Но как же она возникает? Во время грозы частички дождя, льда и снега сталкиваются друг с другом. Это нарушает равновесие между облаками и землей, отрицательно заряжая нижние слои облаков. Все, что находится внизу, например, деревья и земля, заряжаются положительно и снова создают дисбаланс. Природа пытается вернуть равновесие между двумя противоположными зарядами, пропуская через них электрический ток. Возможно, в организме Роя тоже присутствовал некий дисбаланс. Но почему молния попадала в него с интервалом в один или два года? Кроме того, между первым и вторым ударом прошло больше 20 лет. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему так случилось. Скорее всего, Рой просто очень понравился молнии. Мужчину занесли в книгу рекордов Гиннесса, как человека, которого чаще всего в мире ударяла молния.